Они не побоялись превратить любимое хобби в профессию. С 2009 года свое дело открыли 3400 жителей области. Правильно выбрать вектор развития большинству помог центр занятости. Одним требовалось переобучение, другим повышение квалификации, третьим финансовая поддержка для старта. Азбука предпринимательства мероприятий ежегодные. Собирает под одной крышей тех, кто решился и тех, кто пока колеблется. Ограниченность этого помещения, конечно, не дает возможности показать большее количество людей, которые открыли собственное дело. Потому что здесь, видите, представлены какая-то там флористика, куклы, швейные изделия, трикотажные изделия. А ведь у нас очень много, которые открыли собственное дело. Это создание гостевого дома, ремонт автомашин, грузоперевозки. Там всевозможные, самые всевозможные виды и услуг, и выпуска товара. Вешенки выращивают на лузге, которую варят и обрабатывают паром. Потом ее перемешивают с мицелием, семенами, из которых растут грибы. Все забивается в продолговатый пакет. На нем делают отверстия, из которых потом и вырастают вешенки. Вот такой сложный процесс освоило крестьянско-фермерское хозяйство Ильинского района около трех лет назад. У нас заказывают магазины, рестораны, кафе. В общем, очень много кто заказывает наши грибы. То есть их возят везде, и в Иваново, и в Ярославль везде. Любовь к куклам у Гульнары Мухаметовой родом из детства. Женщина прошла обучение от центра занятости населения и превратила увлечение в заработок. Доход в месяц около 12 тысяч рублей. Делают по заказам очень, спрашивают, особенно на праздники, на дни рождения. Их же можно подарить такую куклу не только девочке маленькой, но также и женщине, и девушке. И таким людям, у которых все есть. Вот это такой очень приятный, интересный подарок. Финансовая поддержка областного бюджета на открытие собственного бизнеса составляет 58 тысяч рублей. Это сумма годового пособия по безработице в максимальном размере. В этом году рассчитывать на помощь могут 50 человек.